водоем конечно огромный ну пап все получается на глубине я уже буранул и специально сейчас хочу бурануть в коряжках чтобы вообще посмотреть будет их видно не будет и как он себя поведет в корягах это я считаю нужно в коряжках сейчас сразу и буранул тут наверняка коряги на дне лежат хорошо глубине буранул вроде бы ребята всем привет я наверное как и все собственно рыбаки когда да и в принципе когда выбираю какую-то вещь хочу посмотреть обзоры собственно разобраться в этой вещи хорошая ли она только потом уже себе приобретать и сейчас мне скажем так дедушка мороз на новый год принес вот такой вот эхолот калипсо и сейчас хочу немножко про него рассказать сделать маленький обзор уже с ним походил половила разобрался если мой обзор будет хотя бы кому-нибудь полезный уже хорошо и конечно знаю то что об этом эхолоте уже есть куча обзоров но я считаю пускай этот ну как бы обзор этого эхолота проведу и я от собственно от лица 11-летнего пацана давайте собственно откроем нашу коробочку сумочку от нашего эхолота и собственно посмотрим кто не видел вот так вот он выглядит из самого эхолота вот это вот собственно та вещь из которой исходит луч и меряет глубину и видит показывает рыбу и поплавок вот все что из чего состоит комплект сумка очень удобная с ремнем который можно носить на шее но к сожалению она приобретается отдельно но я считаю в этом есть смысл очень удобно на шее можно перри переносить переходить куда-то и ничего не мешает так сейчас собираю собственно наш эхолот в рабочее положение и начинаем наш обзор ребята ну вот я собственно и привел его в рабочее положение здесь наш эхолот закрепил на сумку то есть я его вот так вот кладу и смотрю я могу вот так вот опустить одной рукой рыбачить и смотреть в наш экран эхолота так здесь смотрите что у нас есть вот такой поплавок я его закрепил и здесь отмерил ну где-то плюс минус где-то наверно около 30 сантиметров так как вот этот датчик он должен быть за кромкой льда или хотя бы на уровне потому что если он будет собственно во льду то он помехи будет так ребят давайте еще чуть-чуть пройдемся по настройкам и вот расскажу вот про эту кнопочку меню заходим в меню здесь настройки и цветная схема и здесь написано светлая синяя и черная я выбрал обычную светлую а там к кому как так следующая фильтр помех это уже тоже каждый выбирает сам какая кому нужна от слабой слабая или наоборот сильно так режим зум режим зум режим зум это та глубина от 1 который меня больше всего интересует есть два метра из 3 метра я выбираю два также кому как так следующее слепая зона слепая зона это зона от 1 ну точнее о той да который меня вообще не интересует я выбрал метр то есть метр я первый первый метр от 1 я не чтобы не было всяких помех шуги вот это вот отбурение чтобы не было всяких помех так дальше масштаб масштаб это я ставил ставлю авто для меня это самый удобный это вот эти штучки так дальше дополнительные параметры здесь температура воды у меня включена флешер это будет вот здесь игра приманки как бы дублироваться а демо это запись на эхолоте можно будет как телевизор просто посмотреть так и вот здесь вот устройство это либо сброс всех настроек какие у вас стоят это будет классические настройки которые в него вкачаны и собственно сразу версия п.о. это та программа которая стоит у вас на этом устройстве так ребята все сейчас собственно я считаю можно попробовать уже порыбачить посмотреть его в работе начнем с балансира ну честно говоря с настройками я сам сначала не смог разобраться мне немного помогала помогал папа но в принципе разобрался ребята вот как всегда бывает час пока настраивался на балансир вопил окуня и окунь это главное неплохого такого я смотрю что балансируем еще ищу раз подброс 2 подброс бах поклевка окунь вот так так ну собственно давайте я вам покажу мой балансир посмотрите пожалуйста я не стал даже открепляется от сумки чтобы не мочить поставить чувствительность на двоечку для баран для балансира хватит и двоечки вот видите вот эта линия это и есть мой балансир смотреть сейчас наглядно оп поднимаю вот то есть видите он резко поднялся и выше слоя оп опускаю вот так вот смотрите я буду делать подброс вот раз подброс два подброс остановка вот видите все прекрасно видно вот смотрите даже чуть подыгрываем балансиром и даже ряб идет то есть видно подброс опять раз 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 вадагод видно и то есть если окунь будет подходить то есть то тоже будет видно раз он так со дна поднимется и как бы тоже будет выделяться такой полосочкой ребята вот смотрите красное вот мой балансир идет оцаре текла красная полоска дно я говорю точно ниже это рыба подошла к моему балансиру рядом стоит сейчас может быть еще одна поклевка будет вот она смотрите рыба около 1 раз и опять на 1 легла вот мы балансир вверх пошел его приподнял а вот рыба опять на дно лила только попробуем сейчас ее выманить на камеру раз раз подброс поиграл поиграл 100 . так сейчас покажу собственно размер балансира который века который великолепно видно на 2 чувствительности вот такой небольшой балансирчик даже можно сказать маленький и как хорошо его видно даже на 2 чувствительности так ну что сейчас опустил мормышку ну а правильнее без мотылку все-таки вот и собственно посмотрите как ее видно чувствительность уже поставил не двойку как на балансира целую шестерочку и то есть вот она прям идет диаграмма нашей без мотылочки вот то есть видно вот я смогу попробовать ее сейчас пойдет она вверх так как я медленно поднимаю вверх вот она видите идет вверх вот такую без мотылочку диаметром 4 миллиметра сейчас я покажу увидит хорошо но если честно сейчас попробовал спортивную мормышечку 2 и 3 и он уже видит конечно не так хорошо может быть чувствительность просто надо посильней пост побольше поставить тогда он будет хорошо видеть то есть видите ближе к одно опускаю уже такая вот она ну как бы тут плоховато и видно становится так а вот она рыбка начинает от 1 подниматься красная полоса вот я сейчас к дну поближе а сейчас дебит сейчас дебит ребята будет поклевка вы холод видна о право стоит возле мормышки по и возле без мотылки прям вот они о поклевками микро было туда прям почувствовал такой маленький ударчик то есть видите у меня тут без мотылка вот тут удастся в рыба возле нее стоит давайте хочу выразить кого-нибудь все таки так попробую поднять и по вот она сразу начинается наша без мотылочка вот она идет сразу окуни наверно окуни потому что одного уже тут поймал не пошли за нашей мормышечкой хотя должны были так ребята ну давайте что ли покажу на камеру как видится рыба поднимается но почему-то не клюет а где теперь покажу размер моей без мотылки это без мотылочка 4 миллиметра вот такая то есть достаточно большая вот и сейчас хочу увеличить чувствительность и попробовать на совсем маленькую мормышечку 2 и 3 так ребята сейчас значит плавал мормышку 2 и 3 и и конечно видно практически не видно а вот поставил шарик . и вы знаете нормально уже практически опустил до дна и подъемчик рыбы был вот она моя шарик троечка чувствительность 6 также осталось вот она прям идет мормышка попробую сейчас опустить до дна и попробую поймать рыбку потому что она здесь определенно есть вот начиная опускать конечно она чуть теряется практически до дна все их а вот показывает то что на дне давайте попробуем просто порыбачить опа есть ребят пишут такие на дно положил начал играть и есть ух блин завел за это уху культука воде конечно оказался гораздо крупнее стой ты прямо на камеру опустил на дно начал там шевелить и вот он на мормышечку шарик троечка диаметр троечка шарик это для тех кто не понимает это всего лишь 3 миллиметра и хочу сказать конечно видел я как она опустилась на дно но рыбы собственно просто никакой микро подъемы при покупке ну когда уже клюнул но вы хотите сказать что прям видеть отчетливо поклевку мормышку надо поднимать сантиметров от 10 до 30 и тогда прям эхолот хорошо видит вашу мормышку проводят выход рыбы другое как будто походе даю так стоит так отцепляю продолжаю попробую может быть там еще окушки стоят вот такая вот мормышечка троечка и собственно рыба и поклевка как она видно в эхолот эхолот это мормышка в работе сейчас себя продемонстрировали очень неплохо так попробую еще так ребята сейчас эхолот опускал в корягах и не мог понять все в помехах опускаю камеру и мне все сразу стало понятно надеюсь камера передает вот эти все маленькие точки это селявка огромное количество маленьких рыбок под названием селявка которая стоит возле льда вот она и создавала помехи а под ней это смотрите кто царик огни злые окуня шуганул видно кого-то как красавец на фоне мормышечки проплыл и он еще один идет так ребята сейчас уменьшили детализацию эхолота и чувствительность тоже уменьшили очень сильно чтобы нормально прыгать в корягах почему потому что я просто были полностью помехи это была вот такая припаселявка которая ходила вверху и придомом слое оказывается тоже но сейчас уменьшили чувствительность и детализацию и вот мы видим собственно мой балансир вот он а это вот разделение на экран вот это второй экран здесь тоже вот он балансир вот и что показать то что это точно балансир вот смотрите подброс вот он подброс вот смотрите вверх подниму вот вверх поднял вниз опущу вниз опустил подброс шатание сразу рыба пошла вот они все эти шумы вот на втором экране хорошо видно вот они вот эти шумы это мутная очень вода из-за коряг и селявка которая нам мешала посмотреть при хорошей и сильной чувствительности собственно то есть режима двойного экрана очень полезен вот в таких местах где мутная вода и много помех виде там допустим маленьких пузырьков или как у нас селявки так ребят ну в принципе мне остается полчасика часик еще порыбачить и собственно вы холодный в камеру я видел рыбу поэтому хочу немножко порыбачить вот хочу сказать лично для меня эхолот все таки больше знаете для чего вот на мормышку не знаю как-то мне если честно не очень понравилось с ним ловить а вот на балансир мы скоро поедем за судаком и крупными окунями на балансир да это наверное будет интересно то есть видно подбросы покачивание подхода вот этой рыбы например там судака который будет только подходить и клевать на наш балансир вот там наверное это будет интересно но не судите строго ребят это было мнение и обзор меня его михалыча которому всего лишь 11 лет ну как снял снял как думаю собственно на с вами был я игорь михалыч эхолот калипсо всем пока да и как всегда забыл пожелать не хвостань чешуи всем всем не хвостань чешуи